22 марта состоялся экономический форум перспективы развития экономических отношений между Россией и Грузией. Он стал продолжением той работы, которую мы начали в декабре прошлого года, когда провели российско-грузинский политический форум. Сегодня, когда я встречаюсь с нашими грузинскими друзьями, с товарищами, которые здесь в России, хотели бы продвинуть эти отношения дальше, Я вижу, что это сотрудничество между нами и нашими странами, оно не только желаемо, оно необратимо возникнет и объективно должно существовать. На повестку дня был вынесен следующий вопрос. Актуальные вопросы развития экономических, инвестиционных и торговых отношений между Россией и Грузией. Есть несколько тем, над которыми мы в последнее время усердно работаем. Мы говорили и об авиасообщении, и о визовом режиме. Это действительно история, которая, на наш взгляд, находится на выходе, и мы очень много этому уделяем сил, внимания. И уверен, что в том числе и новые такие практические решения, которые, как правило, разумный бизнес, крепко стоящий на ногах, сегодня в том числе предложат для наших общих обсуждений и решений, тоже будут не менее важными и значимыми в наших отношениях. Потенциал торгово-экономических отношений между Россией и Грузией очень велик. И пока мы не выстроим полноценные дружественные отношения, наши страны будут упускать выгодные экономические возможности. Мне видится роль Грузии как роль новой Швейцарии, поскольку Швейцария отказалась от своего, скажем так, статуса, международной нейтральной стороны, международного банковского анклава. Ее просто лишили, у нее отобрали наши американские партнеры эту роль, поставили ее на десятой роли. Я считаю, что Грузия имеет определенную смелость, безусловно, имеет научный, творческий и политический потенциал для того, чтобы заявить о себе как о такой стране. Удержаться и сбалансировать сегодня политическое руководство, несмотря на критику с разных сторон, удается проходить по лезвию бритвы, находить консенсус с самыми радикально настроенными, не переходя границы цивилизованного общения. Это вызывает глубочайшее уважение. Углубление бизнес-связей обеспечивает укрепление дружеских отношений между нашими странами. Грузия не присоединилась к санкциям против Российской Федерации. И с января по июнь 2022 года Грузия получила около 1 миллиарда долларов за счет денежных переводов, туризма и экспорта товаров из России. Было зарегистрировано более 6,5 тысяч российских компаний, что в 7 раз превышает показатели за аналогичный период в 2021 году. Такое стремительное развитие бизнеса требует от нас создания комфортных условий для его введения и решения логистических задач. Большую роль сыграло то, что Российская Федерация со своей стороны сделала в отношении расширения пропускной способности нашего ключевого пункта пропуска. Верхний Ларс, вы знаете, что в прошлом году проводились работы, мы очень серьезно ускорились, увеличили инвестиции, увеличили пропускную способность, увеличили количество площадок, перехватывающих, которые позволили в напряженный сезон увеличить и, скажем так, организовать грузопоток, чтобы действительно максимально дать возможность проезжать грузовым фурум, особенно со скоропортическим товаром, при этом не снижая эффективности проезда частных транспортных средств и прохода граждан. И эта работа будет продолжаться у нас по итогам этого года, также завершится третий этап модернизации пункта пропуска, что кратно увеличит его провозную способность. И я думаю, что это и для Грузии, и для Армении это очень важный вопрос для развития нашего торгово-экономического сотрудничества. Стороны уверены, что для укрепления российско-грузинских отношений необходимо наладить прямое авиасообщение между нашими странами, восстановить безвизовый режим для граждан Грузии, воспитывать и поддерживать лидеров нового поколения. На развитии авиасообщения мы общались с Удзурапа Башидзе, спецпредставитель, председатель республики, который также по этому направлению активно работает. Это очень тоже важно, и мы понимаем, что в летний период, в межсезонье, туристический поток по авиасообщению может вырасти намного активнее, тем более, что многие страны сейчас для российских туристов нейтрально закрыты. И, конечно, все ближайшие авиасообщения с нашими странами бывшего Советского Союза, странами СНГ, они, конечно, все в этом году будут активно расти. Поэтому эта задача наша совместная, надо убедить грузинскую сторону, что это очень важно. Со стороны Российской Федерации никаких вопросов и проблем с возобновлением авиасообщений нет. Поэтому это тоже, наверное, наша совместная задача, в том числе, возможно, это решение сегодняшнего форума, которое будет политическим решением для возможного, так сказать, такого мягкого давления для принятия этого важного транспортного решения. Я предлагаю еще раз повторно, в декабре это было сделано, и сейчас от имени экономического форума сегодня обратиться к руководству России снова с просьбой. Это даст огромный скачок. Иначе это все, наши эти все бизнесы, это прекрасно, экономика, это прекрасно, но если не будет общественных, культурных связей, ну, я считаю, что... Ну, это вот такое предложение. У меня еще раз обратиться к руководству России о снятии... Это очень важный вопрос. Комитет по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с отечественниками и созданная в рамках прошлой встречи Международная бизнес-корпорация во главе с Бокерия Романом и Ткебучава Зазой выступили организаторами форума. В 2022 году Россия стала главным торговым партнером Грузии, что не может не радовать, учитывая многовековые связи наших стран. Территориальная близость, отсутствие языкового барьера и многочисленные личные контакты способствуют этому. Углубление экономической связи требует создания комфортных условий для ведения бизнеса гражданами наших стран. Защита инвестиций, упрощение движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Именно для этого обсуждения актуальных проблем и путей их решения была создана данная платформа. В Грузии строится новый порт, который будет проводить 100 миллионов тонн в год. Это порт Анаклия. Вот этот порт. Соответственно, работа этого порта не будет загружена в полном объеме, если не будет вот этой железной дороги. Если не будет нашей связи с Россией через Абхазию. Я сам родился в Сухоме. Закончил там школу и помню, какой там был бум в порту, железнодорожный вокзал, туризм. Это было просто вот на сегодняшний день пример идеального развития грузинской экономики и туризма, который мы уже имели опыт это сделать, и к этому надо возвращаться. Часто говорят американские и западные эксперты, которые считают, сколько нам дали денег. Но никто не считает тот потерянный потенциал, который мы потеряли за 30 лет из-за вот этой неправильной, навязанной политической психоза. 30 триллионов, я посчитал, приблизительно. Мы потеряли, Грузия потеряла, из-за того, что нас поссорили просто искусственно с нашим братом. 30 триллионов по сравнению с 6 миллиардом. Мы уже сказали насчет того, что мы не присоединились к санкциям, и это уже отразилось на нашу экономику. Вырос, соответственно, на 50% по сравнению с прошлым годом торговый оборот с Россией. Просто мы не присоединились, это выросло. Это тоже показатель, насколько может наша экономика расцветать при условии, если мы восстановим прямые авиасообщения, железную дорогу, безвездовый режим, то, что реально возможно. Открыл форум председатель Комитета Государственной Думы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с отечественниками Леонид Калашников. Он рассказал, что вопросы по восстановлению прямого авиасообщения и отмены виз для граждан Грузии сейчас обсуждаются на самом высоком уровне. Щепетильные вопросы, которые необходимо решать, прежде всего, авиасообщения и отмену виз в России. Должен сказать, что вот мы с вами на пороге этих решений. Ну, в каком они состоятся и когда, в какой очередности. Мне трудно судить, поскольку все-таки не зависит от меня. Но то, что эти люди, которые отвечают за это, озабочены. И более того, даже были переговоры с некоторыми лицами из Грузии. И когда намеки некие последовали с нашей стороны, а не повредит ли это в сегодняшней ситуации международной, когда астракизму подвергается Россия и наши взаимоотношения, и начнут показывать на Грузию, вот, мол, она получила от России какие-то поблажки в связи с какой-то позицией. Но в Грузии ответ был совершенно тоже однозначен. Вот так вот между, как бы говоря, неофициальным языком, да нам наплевать. Введение форума продолжил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ евразийской интеграции и связям с отечественниками Казбек Тайсаев. На очередной встрече, когда мы с вами совместно решили, что необходимо увеличивать квоты для граждан, жителей Грузии, чтобы они имели возможность приехать и получать высшее образование в Российской Федерации, чтобы сделать привлекательнее образование в России, мы с вами сделали ряд шагов, которые были поддержаны президентом Российской Федерации. И сегодня квота для иностранцев по обучению российских вузов увеличена в два раза. Было 15 тысяч, сейчас более 30 тысяч мест дали в этом направлении. Работа идет, эта цифра будет увеличиваться. Еще раз повторюсь, что президент Российской Федерации поддержал эту инициативу. И вместе с вами мы, надеюсь, получим результат, что в сентябре количество студентов, которые будут обучаться на бюджетной основе у нас в России, увеличится в разы, не просто в два раза, в разы. Отмена виз, безусловно, сегодня является вопросом номер один, как и возобновление авиасообщения. Уверен, что в ближайшее время нам с вами удастся эту задачу решить. Ну и поддерживаю это предложение, что вот если вы не против от имени нашего экономического форума обратиться к руководству и Российской Федерации по отмене виз. Ну и вы со своей стороны, как мы в прошлый раз договаривались, вы со своей стороны к своему руководству, вы со своей стороны по возобновлению авиасообщений. Также выступил заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Исаков Владимир. Если мы смотрим вперед, то, конечно, нам нужно более плотно и глубоко работать с нашей молодежью. Потому что молодежь, она в принципе, что в России, что в Грузии склонна к чему? Она более доверительна таким, скажем так, неформальным лидерам. Она более внушаема. И давайте уж признаемся честно, газеты, телевизор для нее на втором плане. Вот сейчас, вот здесь все у них. И кто владеет, собственно говоря, источниками информации, тот и будет, соответственно, владеть их сознанием. Поэтому мы обязаны с вами, уважаемые товарищи, выйти все-таки... Я не знаю, как это будет правильно называться. Вы, наверное, лучше подскажете, потому что без наших здесь совместных усилий мало что получится. Но мы должны, конечно, выйти на какую-то молодежную площадку, иметь, которая будет работать постоянно. Я не знаю, это будет центр называться, это будет называться форум или еще как-то. Но то, чтобы наша молодежь общалась в постоянном режиме, это необходимо. Можно по разным направлениям брать. Абсолютно разные направления, да? Вот, здесь ведь столько студентов, молодых предпринимателей столько. Но и в целом людей, они все равно приезжают, очень много родственников, поэтому все это реализуемо и все это, собственно говоря, возможно. Представители бизнеса Грузии и России смогли задать свои вопросы компетентным органам власти, рассказать о сложностях, с которыми они сталкиваются. Одним из вопросов стало отсутствие соглашения об избежании двойного налогообложения, из-за отсутствия которого гражданам России приходится два раза оплачивать налоги. Какие можно создавать взаимодействия между грузинскими или новыми банками, создавая в Грузии новые банки и в России, которые бы обошли вот эти вот международные институты? Потому что нам нужно работать со всеми странами СНГ, нам нужно работать с Россией очень тесно. И это невозможно, имея вот эти вот банковские структуры и систему, которые сейчас работают в Грузии. Я понимаю, что в России это дело российского банка и многие вещи вы можете решить сами, но мы пока эти вопросы сами пока решить не можем, не создавая какие-то параллельные или какие-то заменяющие структуры. И я бы очень хотел, что из этих 54 стран, которые присутствовали во время вот этого вот визита на высшем уровне Китая с Россией, чтобы наша страна бы тоже присутствовала. Я считаю, что скоро это будет именно так, и один из этих стран будет именно присутствие Грузии. Предоставление грузинским бизнес-структурам широкого спектра возможностей в такой огромной и безграничной стране, как Россия, под которым я подразумеваю свободный выход на российский рынок, произведенный в Грузии к продукции. В свою очередь обеспечить экономический прогресс Грузии, а экономическое развитие, в свою очередь, будет способствовать появлению новых трудовых мест. По итогам форума было принято решение обратиться к главам государств в поддержку возобновления авиасообщения и отмены виз для граждан Грузии в России. Также решено начать работу по рассмотрению обращения о возможности подписания соглашения об избежании двойного налогообложения, в том числе рассматривать возможность создания российско-грузинского университета в Тбилиси. Которая будет работать не только в столице Грузии, Тбилиси, но и в таких городах, как Кутаиси, Батуми, где много русскоговорящих граждан. В этом УЗИ будут реализовываться самые востребованные образовательные программы с использованием лучших методик и современных технологий. Мы соберем туда самых мобильных преподавателей высокого уровня, создадим современные лаборатории и современные библиотеки. Пусть этот университет станет прочным мостом для нашей молодежи, которой предстоит бережно хранить нашу дружбу, как хранится лучшее грузинское вино. Есть еще одно предложение. Надо будет, наверное, все-таки думать о центре, который системно подходил бы к перспективам российско-грузинских отношений. Не только экономических, но вообще о перспективах российско-грузинских отношений. Который анализировал бы ситуацию в Грузии, в том числе политическую и экономическую. И думал бы о конкретных путях, как развивать, как приблизить Грузию к Российской Федерации. Все. Спасибо вам огромное. Всем огромное спасибо за участие.